Дорогие друзья, братья и сестры, цель наших ныне лекций – обратить внимание читателей псалмов на те необычные места, стихи, которые нуждаются в серьезном, внимательном, неторопливом прочтении, потому что в этих стихах есть нечто удивительное, что может нас удивить, и задача Библии, одна из задач Библии, Божьего Слова – нас удивлять, потому что Библия – книга, которая имеет такое свойство, оказываются всегда для разных поколений, для разных народов, для разных эпох книгой свежей, удивительной, привлекательной, необычной, и поэтому книга эта и читается, и переиздается, и до сегодняшнего дня является самым активно издаваемым произведением культуры человеческой. А при всем при этом является еще и для каждого верующего, христианина, либо иудея, Божьим слугом. Итак, мы сегодня заканчиваем разбирать Псалом 57, один из самых необычных, самых непростых, самых сложных, самых шокирующих текстов из всей Псалтирии. В этом Псаломе обращается герой, лирический герой этого текста, к Богу с призывом сделать плохо плохим людям. Этот призыв повторяется семь раз. Привлекаются Божьи кары на этого человека, на того, кто назван в этом тексте «исправедливым судьей», судящим привратно, судящим исправедливо, сравниваются эти люди с львами голодными, со змиями, у которых есть яд, ну и так далее. Оканчивается Псалом, как всегда, на таком мажоре, на позитиве. Псалом упоминается о том, что однажды праведники восторжествуют, и правда восторжествует, и Бог покажет всему человечеству, что есть добро и что есть зло, и что очень нехорошо быть злодеем, неправедным судьей, неправедным владыкой. Но даже эта мысль выражена в этом Псаломе довольно необычным образом. Вот почитаем, что тут написано. Итак, стих 11, Псалом 57. «С радостью праведник увидит воздаяние им». Будет воздаяние этим злодеям, и все это вызовет радость у праведника. «Кровью нечестивцев омоет себе ноги». Вот, дорогие друзья, ни больше, ни меньше воздаяние грешникам будет выражено, видимо, в какой-то глобальной битве между силами зла, силами добра. Вот, и в этой битве будет пролито, прольется кровь нечестивых, кровь неправедных людей. Вот, и праведники будут ходить, гулять по этим лужам, по этим каким-то морям крови, и омоют себе ноги. Вот, а в переводе славянском, который, конечно же, является копией перевода на греческий язык, переводы 70-и, септуагенты, там другое. «Возвеселится праведник, и когда увидит отмщение, рутся свои, а умыет в крови грешника». Тут возникает уже не нога, а рука, не ноги, а руки. Ну, комментируя это место, во-первых, порассуждаем о самом образе и о том, почему однажды в переводе появились руки, а не ноги. А потом скажем пару слов, почему этот образ является хоть и довольно таким царапающим, непростым, но правомерным и уместным в общем таком библейском нарративе. И никак не противоречащим никакой из принятых христианами идеи Бога, представлении о Боге. Ну, вот, давайте, порассуждаем сначала об этом самом образе. Долгое время библиистам, толкователям Библии этот образ был непонятен. Ну, как, где вообще взял этот образ, сам выдумал, что ли, автор этого текста, пока не начали раскапывать древний город Угарит. Угарит – это город, находившийся в современной Сирии, город очень древний, один из самых древнейших городских центров нашей людской цивилизации. Появляется он в VI тысячелетии до Рождества Христова, в эпоху еще неолита, там уже было поселение. Но рассвет этого города был связан, произошел во II тысячелетии до Рождества Христова. И чем этот город является интересным, ну, много чем, конечно же, но прежде всего тем, что в этом городе жили семиты, родственники библейских евреев, родственники хананеев, и даже можно их назвать самих хананеями, вот язык у них был очень похож на язык ханаанский, на язык еврейский. И там, в этом городе было раскопано огромное количество табличек. На этих табличках были записи разных документов, часто это были документы, связанные с хозяйственной деятельностью этого города, это были какие-то отчеты, какие-то были счета, списки имущества и так далее. Но там были еще и записи мифов, которые были в ходу, которые читались и почитались жителями такого семитского угарита. Значит, и там такая была картина представлена неоднократно, что богиня Анат, богиня Анат после какого-то из небесных сражений между своей партией, своими оппонентами, вот так и написано, ходит и моет ноги в крови своих врагов. И тогда получается, что псалмопевец взял какой-то такой древний мифологический сюжет, который был популярен, распространен в его время, и его обыграл. И оказалось, что никакая не Анат, потому что никакой Анат нет в природе, конечно же. Люди, праведники, божьи люди омоют себе ноги в момент последней битвы между добром и злом. Но со временем представление, точнее память об этих мифах, мифах об этой богине Анат, она уходит из мировоззрения, из культуры еврейской. И во времена уже эпохи эллинистической, во времена эллинизма никакой Анат, и вот об этом образе никто ничего не знал. И переводчик мог на критический язык, мог просто задуматься, а как это так? Ну с чего это? Ноги мыть в крови. Ну понятно, руки. Рукой ты колешь, режешь, бьешь, ударяешь, и кровь, она как будто бы пачкает тебе руку, и как будто бы так вот косвенно она и моет тебе руки. И тогда получается, что в этой битве, вот меняется очень важно, очень акцент меняется в понимании этой битвы, значит, праведники будут воевать, праведники будут сражаться в этой битве. Они будут тогда, получается, пачкать свои руки в крови. Заметим, что в псаломе еврейском, там этого момента нету. Там бог участник этой битвы, и уже потом получается, что праведники после окончания битвы, возможно, моют свои ноги кровью нечестивцев. А в греческие времена, во времена эллинизма ничего этого было уже непонятно, никакой анат не помнили, никакого образа не знали, и поэтому непонятные ноги заменяются на более понятные руки. Итак, возвеселится праведник, и когда увидит отмщение, руцит свои, умыет в крови грешника. Итак, с образом разобрались, просуждаем немножко, буквально чуть-чуть о богословском смысле этого образа. Ну вот, дорогие друзья, на самом деле идея о том, что кровь праведников, кровь замученных, кровь всех убиенных взывает к отмещению Бога, это идея, которая пронизывает всю Библию, и христианская Библия тоже об этом учит, и тоже есть такие стихи, в христианской части вот нашего библейского корпуса документов, священных писаний, текстов священных. «Проливающий кровь злодей будет тем, чью кровь прольет Бог». Вот так вот. Кого надо понимать под злодеем? И к сожалению или к счастью, дорогие друзья, хоть мы часто привыкли к себе все это применять, «Я злодей, я хуже всех, меня тут Бог имеет в виду, я вот тот самый змей, аспид, которого обречает Псалом 57». Но, дорогие друзья, не всегда уж мы являемся героем библейского текста. Вообще Библия – это такая книга, которая имеет право о нас и не говорить. Библия сама по себе, а мы не пуп земли, и не все должно быть в Библии касаться непременно нашей, такой вот, понимаете, возвышенной великой персоны. Ну, конечно же, это ирония, никакая наша персона не возвышенная и не великая, мы лишь читатели этого текста. И тогда не мы злодеи, а другие злодеи имеются тут в виду. Этих злодеев, дорогие друзья, история знает. Это разные, понимаете, авторы гонений, участники погромов, убийцы детей, убийцы женщин. Те, чья злость приводит их к тому, что не желают кого-то действительно убить или организовать убийство. И тогда получается, что вот именно эти злодеи тут имеются в виду. И кровь, пролитая этими злодеями, взывает, чтобы Бог, не мы, но Бог однажды в момент страшного какого-то катаклизма, столкновения, суда, глобальной войны, пролил бы и кровь этих людей тоже. И тогда, получается, торжествует момент справедливости. Ничего больше, да, пролитая кровь, ответ на тобой пролитую кровь. Вообще, конечно же, очень важная вещь для понимания всего этого псалма такая. Не сказано нигде, что призывает псалмопевец Бога, чтобы Бог отомстил его личным обидчикам. Вот меня обидела тетя Галя, дядя Петя, и вот ты, пожалуйста, Бог с ними расправься. Нет, тут такого нет, тут имеются в виду нарушители правил, нарушители норма. Норма справедливости, норм правосудия, норм какого-то, не знаю, Богом порядка установленного, порядка, в котором есть законы, есть правила, есть нормы. И в древнем мире, и в наше время нарушители этих норм, к сожалению, приводят своим поведением к тому, что в жизни масса людей, как правило, это люди не очень сильные, не очень могучие. Это либо какие-то приезжие, неместные, какое-то меньшинство, дети, вдовицы, сироты. Вот их жизнь оказывается жизнью под угрозой, жизнью, которая может окончиться, которая может прерваться, потому что злая воля, вот эти процессы, процессы геноцида, процессы нетерпимости, они как будто бы и приводят в движение. Дорогие братья и сестры, Псалом 57 довольно текст необычный, непонятно, шокирующий, но это Божье слово, и нужно его читать. Это текст с вниманием, неторопливо привлекая и словари, и энциклопедии, и хорошие комментарии. Нашему комментарию помогал осуществиться проект exeged.ru. Спасибо за внимание, всего хорошего, с приветом из Петербурга. Продолжение следует...